Всем привет! Вы на канале Вкуснодома и с вами я, Ольга Молодцова. Я очень люблю готовить разные блюда, но еще больше я люблю блюда, которые готовятся просто считанные минуты, а получаются невероятно вкусными. Сегодня как раз такой рецепт и мы готовим гречневую лапшу бок с курицей. У лапши бок множество вариаций приготовления. Один из рецептов у меня уже есть на канале, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Заходите, кому интересно, смотрите. Ну а сегодня нам понадобятся следующие ингредиенты. Мясной наполнитель может быть в такой лапше разным. Сегодня мы готовим с курицей, поэтому мне понадобится одна пыриная грудка. Также нужны овощи. И у меня сегодня это две луковицы, одна морковь, один красный перец, небольшой кусочек имбиря и несколько зубчиков чеснока. Ну и сама гречневая лапша здесь около 200 граммов. Можно, конечно, использовать больше, тогда она будет преобладать в блюде, овощей и мяса будет поменьше. Это на любителя. Я вот лично люблю, когда мясо и овощей столько же, сколько и лапши. Ну и специи, которые нам сегодня понадобятся. Три столовые ложки соевого соуса, одна столовая ложка лимонного сока, по вкусу красной паприки и черного перца, столовая ложка коричневого сахара и немного гунжута. Соль я в этом блюде не использую, потому что у меня достаточно крепкий соленый соевый соус. Если он у вас не такой, то можете немного добавить соли. Так как блюда в боке готовятся очень быстро, все обжаривается считанные минуты, поэтому мы сейчас заранее все приготовим и нарежем. И начнем мы с курицы. Ее нужно нарезать очень тонкой соломкой, чтобы она быстро прожарилась. Срежем ненужные пленочки и жир. Лук для этого блюда я обычно нарезаю перьями, причем достаточно крупными. Кстати, можно использовать красный лук, это будет тоже очень вкусно. Морковь довольно плотный продукт, поэтому нарежем ее достаточно тонкой соломкой. И у меня она крупноватая, возможно мне хватит половины, потому что я не хочу, чтобы вкус моркови перебил другие овощи. Сначала нарежем пластики, а уже и их нарежем тонкой соломкой. Как я и думала, этого количества будет достаточно. Половина моркови в самый раз. Ну а болгарский перец нарежем покрупнее. Мне лично очень нравится, когда в этом блюде он попадается довольно крупным кусочком. Так он лучше сохраняет свою форму и вкус. Имбирь нам тоже весь не понадобится. Возьмем примерно треть. Для начала очистим его, а затем натрем на терке. Но если вы очень любите имбирь и любите поострее, можно взять побольше. Что касается чеснока. Его можно выдавить через пресс или нарезать ножом. Причем нарезать можно мелко, либо покрупнее. Я хочу сделать довольно крупные пластики, потому что мне нравится, когда он чувствуется в этом блюде. И так, у нас почти все готово. Осталось только отварить лапшу. Вы можете это делать параллельно с жаркой продуктов. Во время съемки это сделать нереально, поэтому я сейчас заранее отварю, вам все покажу. А варится она 10 минут. Когда лапша будет готова, ее желательно промыть в проточной холодной воде. Масло у нас хорошо прогрелось. И опускаем туда курицу. Нужно ее постоянно помешивать, чтобы она равномерно обжарилась со всех сторон. Достаем курицу из масла. Мы ее добавим чуть позже в блюдо. А сейчас опускаем туда лук. Когда лук подрумянится, добавляем морковь и обжариваем еще пару минут. Теперь добавляем болгарский перец и чеснок. Обжарили все пару минут. Возвращаем курицу в наше блюдо. И добавляем все специи. Перец, сахар, имбирь, лимонный сок. Заливаем все соевым соусом и промешиваем как следует. Дальше в наше блюдо добавляем готовую лапшу. И еще раз тщательно размешиваем. Ну и какая лапша вог без кунжута? Украсим им наше блюдо. Такое блюдо каждый раз получается по-разному. Потому что ты, в общем-то, экспериментируешь с ингредиентами. Иногда добавляешь один, иногда другой. Поэтому мне не терпится попробовать, как в этот раз получилось это лапша вог. Это невероятно вкусно. Особенно мне понравилась имбирная нотка. Поэтому имбирь точно рекомендую добавлять в это блюдо. Как и в любом азиатском блюде, здесь смешаны все вкусы. И сладкое, и кислое, и соленое, и острое. Кстати, если вы любите поострее, можно добавить красный соус чили. Овощи внутри остаются слегка хрустящими, но снаружи они полностью обжариваются. Курочка получается нежной и сочной. И все вместе это настолько вкусно, что просто пальчики оближешь. А самое приятное, что это блюдо готовится максимум 15-20 минут. Если вам нравятся такие блюда, то обязательно поставьте лайк. И напишите мне в комментариях, любите ли вы азиатскую кухню, и стоит ли мне чаще ее готовить. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. И обязательно нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые выпуски. Заходите в мои соц. сети, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а у меня на этом все. Приятного вам аппетита! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok